здравствуйте друзья у нас с утречка не один анекдот а сразу два один анекдот спрашивают чем отличается секс по-русски от секса по-французски говорят по-французски секс это когда без нательного белья а по-русски когда без постельного старый такой анекдот другой тоже не менее старый штирлиц оглянулся и увидев что в комнате никого нет смачно высморкнулся в занавеску хотя бы иногда ему снова хотелось почувствовать себя полковником исаевым эти два анекдот я так вспомнил так они пришли в голову в связи с тем что вчера я повесил и правда вчера же ночью и убрал видео где как бы высказывал претензии по поводу того что вот взяли мое видео и так вот как то ну и я до убрал его потому что я как-то там фамилию блогера написал и я сначала даже не понял потому что мне сразу закрыли монетизацию на этом видео я думаю что за фамилия такая чтобы сразу монетизацию закрыть ну ладно а а дальше то я понял дальше я понял я как знаете как заклинание такое этим произнес и дальше открылась какая какой-то канал открылся в какое-то пространство которое измерение какое-то в котором мы не живем и оттуда значит 8 понеслось не нашим запахом и я думаю нет это не наш запах надо я я его убрал просто не не потому что там какие-то у меня аргументы конкретно вот вот конкретно тут или вот тут но просто это не наш запах я не хочу этих людей я еще сам я же сам как бы модератором да то есть я прочитываю комментарии там и так далее это во-первых слишком много работы на меня во-вторых она очень негативное все ну что у меня столько дел и зритель наш я извиняюсь перед нашим зрителям потому что иногда друзья надо вступить куда-то чтобы почувствовать как хорошо когда ты не вступаешь поэтому я я извиняюсь что я так как-то открыл неожиданно вот этот дверку в не наше пространство но я но я еще раз извиняюсь с одной стороны с другой стороны я его выключил смысле видео это убрал черта мать чтоб его там не было мне ничего от них не надо честно не не извинений там не ничего такого ну то есть если люди привыкли без постельного белья допустим то это их выбор я я могу сказать мужики может вам простынку там у нас есть или там допустим может бумажная салфетка вам больше понравится но но если выбор такой что хочется быть полковником и соеву то мы говорим ну хорошо это твой выбор и мы идем дальше и занимаемся своей жизнью я написал так очень вежливо в личке в личке ютуба этому господину я уже не буду фамилию произносить все опять что-нибудь налетит и говорю что вот так как бы есть предложение обсудить да но другой стороны мне от них ничего не надо и я не я не знаю чего обсуждать ну просто я считаю что важно иметь возможность если человек вдруг там как ты чувствуешь неудобно получилось то дать ему возможность там что-то сказать если нет так и нет то есть мне мне собственно пофигу до чего у нас дальше я хочу сказать то какие у нас классные зрители какие у нас шикарные подписчики они как бы сказать там стерильные какие-то вот но можно сказать что я стерилизую конечно это это правда то есть как бы то есть я участвовал но дайте одно дело ты стерилизуешь а вдруг а другой стороны ты вот видишь там со всех сторон болеют а у тебя нет у тебя здоровенькая значит потому что ты стерилизовал и в этом смысле я очень как сказать очень признателен нашей аудитории я думаю а вот можно ли иметь там миллион подписчиков без того чтобы там 90 процентов были ну не нашим запахом как бы которые это возможно вообще ну вот я думаю наверно нет хотя год назад я думал о том что за 100 тысячами подписчиков практически жизни уже нет я я высказывалась на эту тему я смотрел тогда на флориду ялта на людмилу и она для меня всегда была таким маяком куда еще можно подрасти вот и я смотрю ну за 100 тысяч уже практически ну там ну 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 10 тысяч там 8 ну ну все там нет роста нет жизни для миграционного блогера такого аудитория наша ограничена но кто хочет смотреть вот а сейчас у нас 140 там не знаю чего нам сегодня 142 будет там под практически 140 в этом надо же это на самом деле только как баст остаток да то что подписывалась больше люди кто-то же отписывается поэтому я думаю подписалась то может быть за этот год не не 40000 может быть там 60 кто-то отписался я я не знаю я не считаю не то есть можно посмотреть есть статистика ютуба вот так что меня с утра там уже спрошу так а где вот то видео я говорю закрыл потому что читану натягивает не то не наши запахи и у меня есть как бы задумка на сегодня хотя сегодня что у нас среда да сегодня я должен там в скайпе одно интервью записать но у меня есть на сегодня задумка по иммиграционным делам поскольку последние там не за месяц так очень активно это все у нас тут происходит полтора десятка видео я сделал по иммиграционной тематике может даже больше связи с пребывающим этим розыгрышем но прием заявок на участие в линкарт лотерея и у меня есть одна хорошая задумка и там такое видео получается не не короткая потому что есть о чем поговорить вот я надеюсь что я сегодня его сделаю у меня в планах в планах есть так что мы возвращаемся к своим делам значит я я уже весь тут в извинениях но хочу еще раз сказать что это мне урок и значит я стерильность буду поддерживать я я как-то не на ненароком нарушил но не понимал тоже тоже я учусь вот пока человек жив он учится и я стерильность буду поддерживать то есть это это как бы я читаю совершенно уникальное качество нашего канала и жесткая модерация в процессе вот этих вчерашних чисток я два десятка каких-то таких не симпатичных участников в разной степени не симпатичных отправил банк а я и я даже не знаю там некоторые наши традиционные а некоторых не под не знаю откуда может новенькие совсем а может тоже участвовали но как-то не проявлялись поэтому если для кого-то важно из них чтобы в бане не быть а быть как бы вот на общих правах то они найдут возможность меня сконтактировать и мы это вопрос порешает то есть я периодически это делать когда люди выныривают и говорят вот что же так вышло я говорю но если человек с этим вышел то него этого достаточно чтобы вернуть его в строй то есть поэтому если если вы попали под раздачу значит первое это не было просто так я очень-очень либерально это делаю вот второе страшно начислить если вам важно вернуться в строй вы вернете строй значит на этом вы перелистываем страничку я честно говоря несколько месяцев ждал что выйдет передача вот это ну там зарубить чанин же для меня то это фан невероятного не знаете я то можете наивный но у меня нет такого ощущения что 95 процентов населения дебил у меня нет правда я я думаю что гораздо лучше все вот поэтому вот с этим с кофе там которые они у нас готовили и так далее это потрясающий стек и я я радостно участвовал в этом стёбе вот и не за мне хотят мне хотелось чтобы вышло правда я так ждал с интригой я уже не знаю она будет или нет то есть насколько допустим там на канале вот выйдет вот вот тот тот фрагмент зарубит чан где мы у нас в офисе и я считаю что должен быть хороший сюжет я участвовал съемки мне мне хочется чтобы вышло вот поэтому я я не знаю будет или нет то есть если выйдет то вообще как бы все в шоколаде если не выйдет конечно но у меня свой есть тем в конце концов там у меня есть фрагментик так что не не в этом счастье друзья а в том чтобы как бы быть востребованным менять жизнь людей чем мы занимаемся каждый день вот и как бы держаться подальше от вот этих на увидел пьяного отойди отойти от пьяных и там находиться среди трезвых так что я беру повышенные обязательства по так сказать как председатель общества трезвости на нашем канале по поддержанию уровня трезвости счастливо